В центре Одессы 4 января в воскресенье в 22.30 прогремел мощный взрыв. На этот раз взрывное устройство сработало у дома номер 3 на Гимназической улице, угол Большой Рнаутской. В этом здании находился офис координационного совета Евромайдана. В офисе также хранили гуманитарную помощь, которую собирали на нужды военных, участвующих в так называемой АТО. Во всем здании выбиты стекла. Пострадала также припаркованная рядом машина, у нее вырваны двери. Осколки ролет разбросаны в радиусе 13 метров. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Так Одесса показывает свое отношение к Евромайдану и ситуации, происходящей на Донбассе. Настоящие города-герои просто так не сдаются. 120 автомобилей МЧС России везут продовольствие и детское питание для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР отправилась 4 января утром из Подмосковья в Ростовскую область. Об этом сообщили в Управлении организации информирования населения Министерства чрезвычайных ситуаций. Колонна вышла вчера из Ногинского спасательного центра МЧС. В ее составе более 60 автомобилей с гуманитарным грузом, отметили в ведомстве. Это только часть машин, которые в Ростовской области формируют 11-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, сообщили в МЧС. В Ростовскую область также отправляются автомобили с гуманитарным грузом из других российских регионов. Ранее начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что в 11-й гуманитарный конвой войдут более 120 автомобилей, которые доставят свыше полутора тонн гуманитарной помощи, продовольствия и детского питания. Планируется, что колонна прибудет в Донбасс 8 января. Власти Донецкой Народной Республики начали переговоры с украинской стороной по очередному обмену пленными, сообщила в воскресенье 4 января уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «Мы начали и сейчас ведем переговоры по обмену военнопленными. На территории ДНР осталось до 30 киевских военнопленных. При этом на территории Украины остается значительно большее количество военнопленных ДНР. По нашим данным, их порядка 220 человек», – сказала Дарья Морозова. Обмен пленными между украинскими силовиками и ДНР планируют возобновить в середине января.